И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами проанализируем и ответим на заявление, которое сделала в сторону Азербайджана одна из представительниц эксперт-хозяйства Армении. Тем более, она якобы, ну во всяком случае так была озвучена, является экспертом по Азербайджану. В следующем этапе мы с вами поговорим о заявлении, которое сделал один из армянских блогеров. И в процессе анализа мы дополним высказывания данного блогера некоторыми моментами, о которых он решил умолчать. А ведь они существенны. То, о чем пойдет речь. Мы поговорим с вами об армянских страхах, которые уже в открытую проявляются даже среди армянской блогосферы. Надеюсь, я вас заинтриговал. Но давайте теперь тогда с вами приступим. И начнем мы с вами именно с той самой, в кавычках, мадам, которая является, по мнению главы-хозяина того канала, на котором мы сейчас находимся, специалистом по Азербайджану. Интересно, не так ли, что специалист по Азербайджану знает об Азербайджане? Но смешно уже, если даже не начинать прослушивать данный ролик, само название ролика. Баку купил с потрохами европейский парламент. Армянство вообще понимает, что такое европейский парламент? Видимо, армянство привыкло мерить по себе. Оно уже давным-давно купило такое государство, как Францию. Тогда так надо говорить? И давным-давно купил Байдена вместе со всеми его прихлебателями. Неужели один из представителей армянства решил в этом признаться, сваливая правду, сваливая, говоря об Азербайджане? Смешно. Впрочем, давайте послушаем, что же говорит данная в кавычках «мадам», данная в кавычках «эксперт по Азербайджану». Приступаем. Ну, армяне же рыцари. Рыцари круглого стола. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Клубы экспертов». И у меня сегодня в гостях специалист по вопросам Азербайджана Армяне Абубекян. Добрый день, Армяне. Добрый день. Мы давно не встречались, но сегодня грех было не встретиться. Прошел год после начала 44-гневной войны. И меня, я думаю, и многих думающих людей в Армении интересует, что же происходит в Азербайджане. Мы, я считаю, что мы уже, в общем-то, поняли, что происходит в Армении. Нас не радует эта правда. Но, например, мне очень интересно, че искать, что происходит в Азербайджане. Там было слащение, опьянение, эйфория. Знаете, что интересно? Когда армянин спрашивает у армянки, которая за это время ни разу не была в Баку, в Азербайджане, уже смешно. Быть экспертом и не побывав в Азербайджане. Ни разу. Во всяком случае, за то время, которое прошло с момента подписания документа, договора о капитуляции вооруженных сил Армении. Уже смешно. Но давайте продолжим. Победы прямо, прямо сказка. И сегодня Азербайджан напоминает мне СССР 50-х годов, когда через очень короткое время после Победы в Великой Отечественной войне, для того, чтобы объяснить или не объяснить, почему они продолжают так плохо жить, и всех начинают засылать на комсомольские стройки. И сейчас у меня в такими ударными темпами, там, в Вайкаламурском, в виде тоннелей, не знаю, там, дорожное строительство, восстановление каких-то своих там храмов, уничтожение армянского культуры, в наследие, в общем, они все в делах. То есть, обратите внимание, как данная армянка старается, я бы сказал, пытаться поглумиться над Азербайджаном, но при этом выставляет себя круглой, ну, простите меня, лишенной ума. После войны страну всегда принято восстанавливать. Никто не будет жить в разрушенном нам городе. Хотя, кому это я говорю? Ведь многие армяне по сей момент, после землетрясения, которое произошло в 1988 году, и живут во временном жилье, поэтому им, видимо, не привыкать, поэтому они не понимают, что после войны, после разрушения, после, в частности, природных таких эксцессов, принято восстанавливать государство. Но армянам этого не понять. Они считают, что это неверно, надо жить так, что в том, что осталось. Второй момент. Советский Союз отстраивал свою страну не ради того, чтобы доказать кому-то что-то, а для того, чтобы появились рабочие места, для того, чтобы люди работали. Не так ли? То же самое делает и Азербайджан. Почему нет? Ведь для восстановления Карабаха, тем более, после такого разрушения глобального, которое оставили представители армянства, достаточно посмотреть на фото и видеосвидетельства того, во что был превращен город Агдам, необходимы рабочие руки, рабочие места, необходимы специалисты. А прежде чем строить, необходимо проводить дороги. Потому что строительная техника должна как-то подъезжать к тем объектам, где намеревают построить здание, учреждение, жилой дом. Неужели данная мадам стоит, приходится объяснять, столь простейшие элементы государственного строительства? Интересно. Продолжаем. Физули, да, да. А работа с Физули, да, да. То есть они сейчас... Впечатляют, честно говоря. Ну, грех. Не будем грешить, да. Они год потратились большой пользой для себя и потратили неимоверное количество денег для того, чтобы убедить, во-первых, свое население в том, что вы тут ничего не меняете, но как бы вот посмотрите, каких успехов мы достигли. Вот вам аэропорт, вот вам дороги, вот вам туннели, вот вам... А что, это не успех? Кто-то может сказать, что это не успех? Тем более наш аэропорт, по сравнению с тем, который был подстроен армянской стороной, действующий и международный. Тот самый, помните, которым хвастался Серж Сарксян в Ханкенди? Он не действовал, а здесь действующий и уже принимающий рейсы. Аэропорт в городе Физули. Сравняем с лицом земли. Все то, что принадлежит оккупатам, чтобы надежды здесь больше собачьей не было. Опять ложь. Президент Азербайджана, вы посмотрите, как она искажает даже то, о чем прекрасно осведомлено все армянство. Президент Азербайджана неоднократно говорил о том, что армяне, проживающие в Карабахе, это граждане Азербайджана. Так как же можно говорить и так, я бы сказал, лгать не краснее, если в интернете есть многочисленные факты обратного, в частности, высказывание президента Азербайджана о том, что армяне Карабаха это жители Азербайджана. Им достаточно подать заявление о получении гражданства. Она говорит, что армян не хотят видеть. А как же 40 тысяч армян, которые уже проживают в Азербайджане? Как же та самая армянка, которую представители вооруженных сил Армении, так называемые, умудрились покалечить, когда бомбили город Гянжу? Как же это? Продолжаем. Вот, это как бы разумеется очень так активно и очень эффективно воздействует на умы населения, потому что это такой прилив гордости, во-первых, А, за победу, Б, за то, что они все-таки предстают не в образе варваров, которые отрезают там глотки пленным и убивают мирное население, а вроде созидательного начало, которое строит, восстанавливает, возводит и, как бы, вот, посмотрите, какие мы созидательные. Я не просто так остановился на этом фрагменте, потому что в данных словах так называемые представительницы эксперт хозяйства Армении, заключается, как вы понимаете, тонкий намек на бесчеловечность азербайджанцев. Ну что ж, давайте обсудим и поднимем речь бесчеловечности в последней войне. Минирование трупов это человечность, видимо, по мнению данной мадам. человечностью является бомбежка ночная городов, далеких от конфликта. Я уже говорил, что армянство даже умудрилось покалечить представительницу своего же народа, проживав в Ганже. Интересно, это человечность. А где была данная мадам, если говорить с точки зрения более удаленных событий, во время изгнания азербайджанцев и многочисленных убийств, во время терактов, которые совершало армянство на территории Азербайджана, где была данная мадам? Почему она молчала об этих зверствах? А почему она молчит о том, когда армянские снайперы убивали азербайджанских детей? Это не зверство. Так, видимо, поступают по мнению данной мадам армянские ангелы. Интересно. Но давайте продолжим. Давайте продолжим. Дальше будет еще интересней. Вот, собственно, что происходило весь этот год. И вчера, сегодня вся номенклатура, разумеется, отчитывается перед населением за проделанную работу. Да, кстати, многие из тех азербайджанцев, которые даже приступали в определенные законы, правила, международные, оказались под судом. А в Армении сколько представителей армянства, которые минировали трупы азербайджанцев, оказались под судом? Хотя бы одного. Сможет ли данная мадам назвать? Когда сжигали молодого азербайджанского парня, были ли наказаны те, кто совершал данный поджог? продолжаем. Закономерно. Ну и, разумеется, первичные празднества и парады и победы, что тоже закономерно. Вот как бы вся картина для две минуты, которую мы можем обрисовать один-то средь москов. Я не очень понимаю, значит, городском транспорте вот эта акция, где были расклеены постеры, где был напис... Почему не понимаете? Сейчас объясню, почему не понимаю. Если бы это относилось там только, не знаю, к Физуле, Джибраилу другим, агданхунат. Варанда Сарасаш и Джаре Аль. Варанда Сарасаш, да. Это относится к Севхану, Сюмику, Вартенису, Киривану, Киролакану, прочь, Масилиану. Севхану, Расмешина, Трагириван и Ивана Адзор. Слушаем внимательно. Для того, чтобы мы сами говорили на равных, не надо будет, наверное, немножечко так пояснить суть учебного процесса в Азербайджане. Обратите внимание, учебного процесса, то есть мы лжем своим детям, то есть мы не представляем документов и фактов а лжем своим детям. Об этом чуть позже мы приведем факты, которые признает весь мир, кроме армянства. Продолжим. В котором эти дети, эти люди, которые сегодня уже принимают решение, им уже сегодня по 40 лет, учились на том, что Армяне это некий пришли элемент, который в 1828 году Грибоедов просто привез из, ну там различные варианты, из Ирана, из Балкана, из Индии, там, ну, откуда-то, откуда-то, не отсюда. Привез, поселил на эсклонной азербайджанских землях, и армяне начали вот свою экспансионистскую политику. Давайте остановитесь. Значит, данная мадам утверждает о том, что мы, понимаете ли, искажаем историю армян, историю Армении, нахождение армян на землях, которые они называют сейчас Армении, мы искажаем. Но подождите, сами же представители армянства, в частности, признают, что некогда в древности, в частности, данная территория носила совершенно другое название, никак не связанное с Арменией. Она называлась Сакасена. С каких это времен армяне стали частью сакской цивилизации, древней цивилизации, с какой-то, откуда соединительная нить между прото-тюрками и нынешними армянами. Или данная мадам хочет сказать, что они потомки тюрок? То есть, мало того, что они потомки Ноя, они потомки тюрок, они к тому же еще и арийцы. Может быть, мадам уж определится, кто они? Мы, например, не скрываем, что мы действительно смешанный народ. В нас очень много смешано различных этносов. Прото-тюркских, прото-персидских, я уж не говорю про кавказские народы. Да, мы смешанный народ. Но почему армянство сейчас целенаправленно отбрасывает все и говорит о своем тогда аристве? Интересно. Но давайте поговорим с вами не об этом. Она утверждает о том, что, скажем так, утверждение азербайджанской стороны о пришлости армян, а точнее сказать, об их завозе на азербайджанские земли является мифом. Ну что ж, выходит, тогда мифом является и такая личность, как Грибоедов? Или все-таки нет? Или был такой писатель, дипломатический деятель царской России? Интересный вопрос к армянской стороне. Смогут ли они отрицать существование Грибоедова? Ну, давайте послушаем. Ознакомимся с вами со следующим видео, в котором будет указаны крайне интересные моменты, связанные с появлением армянства, тем более ссылки будут на самого Грибоедова, чьи письма все еще хранятся в архивах России и которые опровергнут крайне тяжело, для этого надо сжечь российские архивы. Приступаем. История это политика, которую уже нельзя исправить. Политика это история, которую еще можно исправить. Зигмунд граф Принято считать, что Александр Грибоедов поэт и дипломат, посланник царской России в Тегеране, изначально был покровителем армян и страстным сторонником их переселения на Южный Кавказ. Однако, существующая задолго до переселения армян из Персии и Турции в пределы северного Азербайджана дипломатическая переписка Грибоедова доказывает, что будущий посол России в Персии изначально придерживался иного мнения об армянах. В частности, в своем рапорте от 11-13 сентября 1819 года Грибоедов писал поверенному в русских делах в Персии Семену Ивановичу Мазаровичу. Что за три точки эти армяне? Никто из них и знать меня не хотел, а при этом всегда на ухо шепчут, что мы их будущие покровители. Они нас продают тем же персам, которые готовы их распинать и варить под любым соусом. Считай это строки, удивляешься метаморфозе, которая произошла с Грибоедовым за последующие 9 лет до... Вот здесь очень интересно про персов. Армяне же сейчас божатся и клянутся в братстве с персами. А что же говорит история? История говорит, что как раз-таки персы были первыми гонителями армянства. Тем более в те годы, когда армянство прекрасно проживало на территории Турции, Османской империи. Многие армяне на тот момент занимали большие посты. 26 министров. 6 пашей. Это высший титул в Турции. В Османской империи. Интересно. Гонимые из Персии и процветающие в Османской империи представители армянства. Но давайте продолжим. Это так. Для напоминания как персам, которые сейчас заступаются за армянство, так и армянству о персах. Слова Грибоедова. Не вашего слуги. Подписание Туркменчайского договора в феврале 1828 года. Что же способствовало формированию столь проникновенного отношения дипломата к армянам? Факты свидетельствуют, что за этим краятся хитросплетения армянских церковников и всего армянского окружения поэта. По-видимому, он получил массу внушительной лжи во время пребывания в Ичмядзинском монастыре и бесед с армянским католикосом в январе 1820 года и в июне 1827 года. Во время первой встречи с советником-переводчиком на переговорах с армянским католикосом-нёрсисом был Хачатура Бавян. Основной целью поездки Грибоедова в Ичмядзин в июне 1827 года были переговоры с главой армянской церкви о предстоящих планах по переселению армян из Персии на вновь завоеванные российские владения на Южном Кавказе, куда ранее согласно выдвигавшемуся проекту предлагалось переселить до 30 тысяч казаков. Немало армян было в посольской миссии Грибоедова. С 1819 года помощником поэта был армянин Шамир Мелик Бегляров, который работал в дипломатической канцелярии главнокомандующего на Кавказе. По настоятельному совету Шамира Грибоедов часто посещал Тифлисское армянское училище, периодически встречался с обученными армянами, которые привлекали его к чтению искусно сфальсифицированных фундаментальных трудов, таких как История Армении, Мовсиса Харинацы. Кроме личного переводчика в посольской миссии Грибоедова в Тибризе работали канцелярист Рустам Бенсонян, личный переводчик Мелик Шахназар Якуб Маркарян, казначей Василий Дадашьян, курьер Исаак Саркисов Хачатур Шахназаров. Таким образом проясняется, как и под каким влиянием формировалось сочувственное отношение молодого дипломата к армянам, которых он поначалу совсем не жаловал. Поэтому не случайно, что Грибоедов внес весомый вклад в реализацию проекта по массовому переселению армян из Персии в пределы захваченных русской армией азербайджанских и реванского, нахчеванского и карабахского ханств. Известный исследователь деятельности Грибоедова в период русско-персидской войны Сергей Николаевич и Николопов в своей книге «Грибоедов и Восток» пишет. Просмотр дел дипломатической канцелярии главноначальствующего на Кавказе убеждает в том, что большинство донесений, реляций и другого рода служебной переписки составлялась в черновиках Грибоедовым. Не случайно, что накануне захвата русской армии и реванского ханства 19 июля 1827 года граф Паскевич, муж двоюродной сестры Грибоедова, поручил ему написать проект перемирия между Россией и Персией. 11 ноября 1827 года на втором заседании конференции, на которой обсуждались условия, предъявленные Паскевичем персидскому правительству именно по инициативе Грибоедова были рассмотрены основные вопросы, относящиеся к армянскому народу. Как и известно, Грибоедов добился включения в Туркменчайский договор специальной 15-й статьи, которая стала юридической базой для массового переселения армян из Персии на территории вновь захваченных азербайджанских ханств. Давайте остановимся. Надеюсь, этой информации хватит для того, чтобы высказывание данной в кавычках мадам тире так называемого эксперта по Азербайджану можно поставить жирную двойку. Тем более, она говорила о том, что в Азербайджане неправильно обучают детей. Ну, так вот, вам жирная двойка. При этом от имени российских историков. Не от имени Азербайджана. Теперь давайте пойдемте еще чуть дальше. Другой армянский поражение блогер тире аналитик решил скажем так посмотреть на вопросы связанные с тем, кто довел Армению до поражения и что Армении стоило сделать. Давайте прослушаем небольшую часть этого ролика и когда он будет перечислять аспекты касающиеся тех вопросов, которые армянство себе часто задает, я дополню одним крайне важным вопросом, которое армянство старается избегать. Это вопросы говорящие о том, что довело Армению в частности до той ситуации, в которой она находится. А также поговорим о виновниках. Приступаем. Приступаем. 27 сентября 2021 года. Ровно год после начала боевых действий в Арцахе, когда армяне в очередной раз остались один на один против турецкой угрозы. Десятилетиями выстраиваемая система безопасности турецкой угрозы. Подождите, это турецкий спецназ брал шушу? Это турецкие танкисты освобождали Джабраил. Ну, смешно, ребята. Смешно. Да, были военные советчики, это да, но сколько таких советчиков было на стороне армян? Ведь весь генералитет Армении про, скажем так, является производным из высших академий Российской Федерации. Не так ли? Продолжим. Подверглась проверке и оказалась полностью недееспособна против реальной угрозы. Конечно, история не терпится слагательного наклонения, и мы не знаем, что было бы, если бы Турция фактически не участвовала в войне, не знаем, что было бы, если бы Трамп не был президентом США, не знаем, что было бы, если бы Роберт Кочарян и Серж Саксиан не выстроили такую систему безопасности, которая полностью была завязана на добром желании наших российских партнеров, не знаем, что было бы, если бы не было революции, если бы революция была бы раньше, если бы Армяне в 90-е и нулевые не покинули свою страну, фактически оставили ее без самого главного капитала человеческого. Сегодня нет смысла говорить о том, что было бы, потому что у каждого из вас... Давайте остановимся. Вот здесь, в этом списке многочисленных вопросов он не поставил изначальный вопрос, что было бы, если армянство, что было бы с Арменией, не подняла бы вопрос о Мияцуме. Что было бы, если бы отношения с Азербайджаном укреплялись бы, а не встали в фазу... Они дошли до фазы войны. Что было бы? Этот вопрос армянство тире данный горе-эксперт почему-то избегает. Что было бы? Давайте продолжим прослушивать. По своему мнению, которое бескомпромиссно, я не собираюсь менять. У каждого свое. Я просто хочу подсветить вам те точки раскола армянской реальности, которые подкрепляют хаос в Армении, унижают память наших павших героев и которые никоим образом не способствуют развитию нашей страны. Это шесть ключевых вопросов. Первое. Кто несет ответственность за поражение? Второе. Никол или партия власти это турки, предатели или нет? Третье. Россия союзник или враг? Четвертое. Западу интересно стать союзником или ему на нас плевать? Пятое. Каким должны быть отношения с Азербайджаном и Турцией? И шестое, возможно, самое животрепещущее в армянском обществе, кто должен быть у власти в Армении? Я не претендую. Здесь я бы дополнил бы данный список еще некоторых моментов, о которых он почему-то тоже умолчал. Кого выбрать в качестве союзника Армении? Ведь об этом тоже идут споры. Запад, Россия, Китай называют различные регионы земного шара в качестве своего союзника. Почему он об этом не сказал? Потому что это самый болезненный мозоль. Ведь задав этот вопрос, на него надо дать ответ. А вопрос опасный. Потому что если выбираешь Запад, то отталкиваешь Россию. И если выбираешь Россию, то отталкиваешь Запад. Я не буду дальше запускать все его умозаключения. Давайте перейдем с вами к следующим аспектам. Насколько вы поняли, начиная с данного видеоролика, часть которого вы только что просмотрели, мы с вами поговорим уже, начнем говорить о так или иначе о блогерах. Знаете, что интересно? Армянские блогеры воистину напуганы. я не думал, что когда-нибудь можно будет услышать о страхе блогеров, блогер-хозяйства. Армянские блогеры боятся проиграть информационную войну, так как реальная война уже проиграна. А знаете почему? Потому что почему они настолько боятся? потому что ведь за их ложь необходимо как раз таки им же будет ответить. А многие к сожалению засветили свои лица. То есть народ знает кого искать. Армянский народ. О чем я говорю? Армяне собираются в громадные группы под названием антитуран. Насколько вы понимаете это прежде всего выступление против всего тюркского. И кто же распространяет ссылки на данную группу? Соловьев лайф Петр Толстой и здесь дается громадный список перед вашими глазами я только показываю небольшую часть. Скажите мне такое единение армянства в которое вошли около 50 каналов о чем то говорит и если их поддерживает тем более такая в кавычках личность как Соловьев думаю что да это крайне я бы сказал крайне яркий факт именно страха перед будущим ответом который рано или поздно придется дать что же делать нам дорогие друзья у нас нету к сожалению такого единения оно не наблюдается есть есть отдельные блогеры которые являются своеобразными краеугольными камнями силы Азербайджана в блогосфере в сфере блогеров но это не единение и это страшно мы не стараемся продвигать друг друга и это страшно страшно почему это происходит потому что есть у нас одна черта глобальный наш собственный недостаток это надо признать многие азербайджанские блогеры которые добиваются успехов тире высот я не говорю про всех они начинают думать о себе забывая об интересах той страны в интересах которых они начинали свои выступления и это тоже правда собственные интересы уступают вернее превосходят интересы страны и народа продвинуться самому интересное такое качество не так ли у нас нету групп в которые бы входили сильнейшие блогеры а если такие группы создаются то рано или поздно возникают некие скандалы конфликты я неоднократно наблюдал распад групп в которые входили сильнейшие блогеры при этом распад был скандал всегда скажем так сопровождался скандалами но тем не менее даже находясь в таком сумбурном состоянии азербайджанская благосфера очень сильно тревожит армянство вы вдумайтесь если они доходят до того что для того чтобы показать свою скажем так силу тире могущество в интернет пространстве они показывают азербайджанца гражданин азербайджана азербайджанского военного конечно же он не будет чисто говорить на русском где-то он будет глотать слова обдумывать что сказать вспоминать то как переводится то или иное азербайджанское слово на русский язык и ему в противовес ставят армянина проживающего в России вот такого парнишку явно имеющего не одно высшее образование то есть солдата против человека с высшим образованием смешно и называют это битва армянских и азербайджанских блогеров браво и это оказывается не страх это оказывается не паника это не факт армянской паники кто-нибудь сможет опровергнуть то что я сейчас говорю что это именно паника это ярчайший пример панических настроений армян кейблогосферы это при слабом единении азербайджанских блогеров это при отсутствии школы блогеров о которой я неоднократно говорил то есть даже вот это сумбурное состояние азербайджанской блогосферы пугает армянство интересно но давайте пойдемте еще чуть дальше да вы узнали надеюсь армянского проармянского лоббиста да сейчас пойдет речь о в основном о лоббистах это никто иной как лапшин почему я решил показать данное видео сейчас вы поймете почему давайте послушаем маленький фрагмент большого интервью у меня в гостях блогер журналист путешественник Александр Лапшин здравствуйте здравствуйте Марина как вы как всегда прекрасно замечательно Александр вы вчера написали что в конгрессе США была принята декларация к немедленному освобождению всех армянских военнопленных и к расследованию совершенных азербайджаном военных преступлений инициатором были конгрессмены Брайд Шерман Адам Шиф и Тони Карденос два года назад я встречался в Вашингтоне и с Шерманом и с Шифом вначале на банкете в конгрессе а затем шифом его офисе рассказывал им про свою историю с Азербайджаном про пытки издевательства в бакинской тюрьме про антисемитизм царящий среди азербайджанских силовиков и прокуроров давайте остановитесь вас ничего не смущает в том что вы только что услышали ведь Лапшин утверждает что никогда не работал на армянство что он независим от армянства но список тех конгрессменов США которые были озвучены это как раз таки армянские лоббисты которые в частности стараются заставить весь мир признать геноцид армян и он не связан с ними Александр Лапшин выходит противоречить сам себе выставляя тем более этот ролик в котором четко он же сам говорит о том что два года назад он встречался с армянскими лоббистами в США смешно тем более два года назад следующий аспект который меня очень сильно задел заинтересовал задел за живое он говорил с американскими конгрессменами в частности об антисемитизме в Азербайджане вам вас ничего не смущает дорогие мои зрители если я сейчас произнесу имя одного блогера многие начнут меня критиковать зачем ты о нем вспоминаешь но этот момент очень важный давайте вспомним Романа Цыпина с недавнего времени Роман Цыпин стал очень сближаться с Лапшиным и тот и другой заявляет об антисемитизме в Азербайджане при этом Лапшин об этом заявлял еще два года назад вас ничего не смущает просто совпадение что после встречи Цыпина с Лапшиным Цыпин начал говорить именно озвучивать состояние в Азербайджане как антисемитизм отношение к евреям видимо произошла вербовка тем более учитывая если Лапшин встречался с конгрессменами США то финансовая поддержка для поддержания антиазербайджанской позиции достаточно обширная не так ли но давайте продолжим наши рассуждения я не буду сейчас показывать данный ролик но я хотел бы ознакомить вас с неочередным деянием Светланы Кульчицкой знаете что смешно смешно когда в начале такие как Светлана Кульчицкая кричали о непобедимости армянства а теперь плачутся о несчастной судьбе армянских беженцев из Карабаха так герои ли представители армянства или несчастные беженцы и почему Кульчицкая ничего не говорит о тех кто вынужден был бежать покидая свои дома в 90-е азербайджанцы 80-е те же самые азербайджанцы почему она не говорит о погибших от рук армянских террористов азербайджанцев в Баку о взрывах в бакинских метро и на пароме не выгодно не выгодно не выгодно дорогие друзья но знаете когда столько армянских лоббистов вдруг просыпаются и начинают более жесткую озвучку антиазербайджанской риторики тем более на фоне не менее жестких высказываний армянских экспертов а также единение различных сил в частности Соловьева с армянскими радикалами типа антитопора все это говорит о панических настроениях тем более эта паника сейчас удвоится у армянства оказывается это меня удивило очень сильно это информация которая до меня дошла к сожалению с небольшим опозданием но о Карабахе об РПЦ мы поговорим чуть позже это это то что Германия закрыла вещания и даже добилась удаления каналов которые находились под контролем Маргариты Симонян с Ютьюба то есть были удалены немецкие немецкая серия назовем так каналов принадлежащих Маргарите Симонян вы можете открыть об этом информацию она есть в интернете я не буду сейчас скажем так заниматься поиском но этой информации я опять подчеркну есть и я скорее всего оставлю статью чуть позже под данным видео что ж дорогие друзья я хочу обратиться к Маргарите Симонян чтобы данная так называемая медиа дива России не плакала когда-то армянство очень радовались удалению канала вашего слуги тотального удаления так что не вы первая не вы последняя хотя честно скажу меня радует что YouTube во всяком случае не действует односторонне не удаляет только азербайджанские каналы тем более без способа восстановления мой канал был удален именно так без способа восстановления ну что ж дорогие друзья я пожалуй закончу данное видео напоследок хочу пожелать всем спокойной ночи насколько эта ночь может быть сейчас спокойно учитывая многочисленные проблемы с которыми мы с вами сталкиваемся так же пожелать пожелать мирного неба вне зависимости от места вашего проживания и третье не забыть конечно же все то о чем я неоднократно говорил подписываться на канал нажимать на колокольчики распространять ссылки на мои видео в соцсетях на этом все я с вами прощаюсь до новых встреч на моем канале всегда ваш Сиидов Камран до свидания до свидания до свидания